добрый день многоважаемые дорогие подписчики а также те кто зашел забрел на мой канал совершенно случайно мы продолжаем разоблачать луа фусра и сегодня тема солнце солнышко и сегодня еще будет распаковочка модно сейчас чуть распаковывать а начну я с флажков вы посмотрите это флаги разных миссий есть и одной миссии но если вы всмотритесь уже самостоятельно качнете где-то фотки с хорошим разрешением с какой-нибудь flicker или просто там на месте посмотрите вы увидите что в одной миссии есть разные флаги то есть замятость разное можно возразить что значит астронаты выходили поправляли флаг значит перед фотосъемкой или напротив не поправляли но температура на луне условия сжимали эту ткань там коробили ее но тогда из 12 человек кто-то одаренный литературно мог бы нам и поведать о своих отношениях личных с флагом символом америки но нет никакого оповещения нас с вами любопытных и и вот смотрите по верхнему древку еще везде видно ткань присобрана почему не сделать на верхней горизонтальной вот эту планку длиннее чтобы не собирать ткань в кучку просто нормально расправить растянуть ну в общем это их дело а мы видим что это все лажа флага лажа поехали по youtube мне прислали ссылочку на видео одного человека он называется а матер а матер будь матер и вот это видео он разрешил мне поставить на канал смотрите пожалуйста как человек поигрался с мышкой для того чтобы из американского солнца получился прожектор вы каждый из для себя можете такое сделать спокойно чтобы признак Offscreen Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо аматеру! Будь матер, аматер! А сейчас небольшой отрывок из моего давнего ролика. На все это будут ссылки внизу. Немецкий исследователь Герхард Веснецкий. Опять же о Солнце. Протуберанцы и солнечная корона. Такую немного хаотичную картину на Солнце мы наблюдаем, если мы ведем съемки с поверхности Земли. Для этого используются различные фильтры. А теперь давайте попробуем на оригинальной фотографии NASA сделать затемнение Солнца с помощью обыкновенной яркости в фотошопе. И вдруг мы получаем неожиданный результат. По крайней мере, совершенно не тот, который я ожидал увидеть, зная уже, как выглядит Солнце при затемнении через фильтры. А тут мы видим совершенно другую картину. Светлое ядро, окруженное своего рода оболочкой, без всяких протуберанцев и короны, и подобных светлых или темных пятен. На мой взгляд, продолжает Герхард Весневский, это абсолютная астрономическая сенсация. И почему об этом нет в научной литературе? Ведь если в открытом космосе оптические эффекты вызывают вот такое различие с эффектами, происходящими для зрителя с Земли, то я не знаю, почему это не стало сенсацией. Ведь такой феномен тянет за собой целую цепочку новых теорий, касающихся оптического изменения наблюдений в открытом космосе. Но попробуем дать этому эффекту свое, более приземленное и реальное объяснение. Как это могло быть? Давайте посмотрим повнимательнее и разберемся. Вот для примера давайте совместим фотографии Солнца, сделанные с Земли и сделанные якобы с Луны. В первом случае мы видим, что фотография Солнца, сделанная с Земли, выглядит, как мы и ожидали бы увидеть. Но вторая фотография, как мы видим, выглядит неубедительно. Но справедливо будет заметить, что некоторые скажут, да, Солнце с Земли снято сразу через фильтр, а вы только с помощью яркости изменяете фотографии Солнца, сделанные с Луны. Поэтому такая разница возможна. Для этого, продолжает Герхард Весневский, я взял фотографию Солнца, сделанную с поверхности Земли и произвел ту же операцию, что и из фотографии, сделанной якобы с Луны. Я просто убрал яркость. И как вы видите, результат совершенно другой. Это каждый может проделать самостоятельно. Ну а теперь давайте еще раз вернемся на съемочную площадку. Ту, которую НАСА называли и называют тренировочным лагерем. И давайте обратим внимание на этой фотографии на задний фон. Ну фон всегда задний. Сразу за астронавтами. Обратите внимание на этот объект круглого сечения. На что это похоже? На прожектор авиационный. Давайте увеличим, посмотрим еще повнимательнее. И, о да, это напоминает авиационный прожектор. Именно такая структура вырисовывалась при затемнении фотографии, сделанной якобы с Луны. Если совместите две эти фотографии, то они, конечно, очень-очень совпадают. В одном случае это прожектор, установленный на съемочной площадке, в их тренировочном лагере. А в другом случае это якобы солнце, светящее на поверхности якобы Луны. Возможно ли, что существуют такие огромные прожекторы? Давайте посмотрим повнимательнее. О, да, действительно. Военные давно уже используют такие прожектора. Это одни из самых мощных световых приборов. Такие прожекторы могли осветить самолеты противника, чтобы зенитчикам было удобнее целиться. И да, прожектор по своей структуре очень нам напоминает фотографию Солнца, сделанного якобы с поверхности Луны. Центр прожектора обладает более мощной светимостью, чем его края. Ну что ж, продолжает Герхард Весневский, с моей точки зрения это был весьма корректный обзор симуляции Солнца на поверхности Луны, которые были сделаны, эти симуляции, в студии с помощью авиапрожекторов. Спасибо Герхарду. У меня есть его ролик в двух частях. Ссылки опять внизу. А я напомню нашу тему про Солнце и о том, разовьем мысль, как можно было снять искусственное солнечное затмение на Луне. Солнечное затмение. Удивительнейшее явление. Не будем на этом заостряться. Люди всегда на Земле замечают, ждут, наблюдают. И все астрономы, и наука. Вот, например, как выглядит затмение, снятое с высоты 11 километров, специально с нанятого самолета, кучей людей. Они хотели продлить, значит, это удовольствие наблюдения солнечной короны и летели вслед за затмением. Оно у них было чуть длиннее. А на Луне, надо сказать, ввиду особенностей ее расположения и движения относительно Земли и Солнца, затмение полное может длиться более двух часов. Вот его механизм. И что интересно, в те годы, когда якобы американцы летали на Луну, было до десятка полных лунных затмений. И ни единого раза они не сняли это затмение. То есть, не подгадали своего полета. А ведь могли бы. То есть, шесть полетов и десять раз эти затмения были, грубо говоря, десять. Вот так оно бы выглядело с Луны. Огромная корона. Это картина художника, конечно. Огромная солнечная корона и масса звезд, и особый, как художник представляет, коричневый цвет Луны. Она и на самом деле коричневая. У меня есть на этот счет ролики. Хотя, вернусь, американские астронавты без труда снимали навстречу Солнцу. То есть, широта пленки позволяла видеть и лунный модуль, и Солнце. А это, уважаемые подписчики, совершенно детский, легкий эксперимент, который без труда могли произвести и американские астронавты. То есть, вот впереди у меня горит лампа. Это наше Солнце. Я беру просто крышечку от объектива и закрываю это Солнце. Все. Мы сразу начинаем с вами видеть и корону, будем так говорить, и сзади все, что там расположено, книги и прочее. То есть, если бы американские астронавты закрыли пятицентовой монетой Солнца, которая слепила их камеру, возле Солнца проявились бы и звезды, и солнечная корона была бы великолепной. Но это же чистая афера американская. Оттого и не видим мы звезд вокруг Солнца. Итак, дорогие, сегодня будет распаковочка, но не китайского чего-то, пришедшего там откуда-то, а нашего родного, советского, древнего. И посмотрите, какая коробочка. Это видно вот как, смотрите, вытеснено на очень плотном настоящем картоне. Это настоящий, достойный фотоаппарат. Фотоаппарат, которым можно снимать солнце, и не только солнце. Вы посмотрите. А еще бы вы слышали, как, чувствовали, как это пахнет. М-м-м, если две такие машины, а лучше пять или десять, лежат в вашем серванте, в тумбочке, то запах бесподобный. Вот она, эта игрушка. Как вчера с завода, дорогие. Итак, в коробочке лежит еще паспорт от этой машины. Вы только посмотрите. Все как вчера с завода. Есть, разумеется, и подпись, и дата. Это 55-й год. Причем ручная подпись. Ну и вот номер этого аппарата, не знаю, будет ли он виден. Виден. Он совершенно совпадает с тем, который выбит на самом аппарате. И послушайте, какой звук издает ее затвор. Все есть, все работает. Все можно зарядить пленочкой и снимать хоть завтра все, что вы хотите. Ну, поскольку мы говорим о Солнце, так снимать и нужно Солнце. На пленочку, как это было якобы сделано, американскими астронотами. Итак, откроем машинку и еще раз послушаем звук затвора. Все взводится, все работает. Слушайте. Еще раз. Пока в магазине есть пленка, ее можно купить, навести на Солнце и поснимать, и посмотреть результат. И я уверяю вас, вы совершенно получите отличный результат от того, что якобы американские астроноты сняли на Луне. Сделаем все-таки скидку на то, что разница есть. У нас не Хассельблат 500, который снимает 6х6 и суперкодековскую пленку, а у нас простецкий, еще советский, Зоркий 3, но снимать он будет все-таки на иностранную пленку. Хотя и после 50 лет того, что выпускалось тогда, и выпускалось скорее по спецзаказу. То есть, все это я говорю для того, чтобы подчеркнуть, что через 50 лет чистота эксперимента особой уж быть не может. И вот изюминка сегодняшнего канала, дорогие, может быть, она и не изюминка вовсе. Вот такой вопрос. С подвохом вопрос. Считаете ли вы, что вращение американской связки, которая летела к Луне, жизненно необходимо? Вот именно так. То есть, если не вращаются, значит гибнут. Думайте. А я прощаюсь с вами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова